В регионе не используется 27 тысяч гектаров пахотных земель. Об этом и не только поговорили в правительстве области. Там прошло постоянно действующее совещание при заместителе председателя правительства области Александре Соловьеве. Какие еще вопросы были затронуты, расскажет Анастасия Куклева. В Белом зале правительства подводят итоги уходящего года. Одна из ключевых тем касается завершившегося недавно пожароопасного сезона в области. В этом году в регионе произошло 14 лесных и 873 степных возгорания. Для предотвращения пожаров лесхозами области был выполнен целый ряд мероприятий. На территории лесничества были разработаны и утверждены 206 маршрутов наземного патрулильного, протяженностью 126 километров. Мониторинг пожарной опасности в лесах с использованием систем видеонаблюдения проводился на территории 9 лесничеств области. На постоянном контроле и эпизоотическая ситуация. В этом году на территории области зарегистрировано 29 неблагополучных пунктов. В них введен карантин по заразным болезням животных, среди которых легко сбрут целес бешенство. Последние заболевания ветеринарной службы на особом контроле. В целях точности диагностики лабораторное исследование на бешенство проводится в аккредитованных лабораториях. Внедорена практика подтверждения полученных результатов из лечительных испытаний. Но это приемы, которые исключают различные ошибки при диагностике. Огромную работу проделана по формированию экспертных баз данных агропромышленного комплекса. В этом году информация сформирована по 9 районам области. В базе данных – сведения о пахотных землях, сельскохозяйственных организациях и товаропроизводителях. Данные космоснимки использовались для создания карт полей, уточнения площади полей и установления этих полей, установления их принадлежности к конкретным сельскохозяйственным товаропроизводителям. В результате была создана карта всех полей по 9 районам Саратовской области. Площадь пашни 9 районов по космоснимкам составила 1,381,4 млн гектар. Подобные базы данных позволяют получать информацию по инвентаризации и использованию сельскохозяйственных земель, что положительно отразится на работе агропромышленного комплекса.